Время свободы 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 Люди, это говорили совершенно никакие, ни аналитики, ни политологи, что из наших детей делают удобрения. Это говорили матери, собственно, тех, кого загоняют в эту самую армию. Значит, мы не победили, получается. Значит, есть подозрение, что, оказывается, мы скорее проиграли. И что присоединение этих территорий несет новые риски и новую фазу военных действий. Значит, это не победа, а поражение. Это было мнение эксперта Московского центра Карнеги, политолога Андрея Колесникова. Ну и, разумеется, в этом контексте продолжает бурно обсуждаться проблема, решится ли Владимир Путин на применение ядерного оружия против Украины или даже против какой-то из стран Североатлантического Союза. Чем может ответить НАТО и как возможное применение ядерного оружия России скажется на положении России во всем мире, не только в противостоянии с Украиной и странами Североатлантического Союза. Мнение по этому поводу в эфире телеканала «Настоящее время» высказал украинский дипломат, эксперт Киевского центра оборонных стратегий Александр Хара. Я не исключаю возможность применения ядерного оружия по Украине, либо по какой-то другой нежилой нейтральной территории для того, чтобы показать свою решительность. Хотя считаю, что пока что крайне маловероятно такое развитие событий. Я, в принципе, сказал бы, что есть некоторые факторы, которые надо учитывать при анализе этого. Первое и самое главное, до 24 февраля мало кто мог себе представить, что Путин сделает такую большую геополитическую ошибку, как напасть широкомасштабно на Украину. И тут уже неважно, были ли это большие просчеты ситуации, либо же это было последствия ковида. Есть такая теория, что он ограничен в своем общении с небольшим количеством людей, поэтому он мог принять такое решение. Может, злую шутку с ним сыграть вера в том, что Америка и вообще Запад как таковой слабы и не способны ответить на удар. И, соответственно, это будет означать начало настоящей многополярности. Это фетиш такой есть у российской политической элиты. Ну и однозначно, что то, что происходит на полях сражения сейчас в Украине, сложно преподать как победу какую-то. И, соответственно, у Путина может быть в голове то, что применение такого оружия или демонстрация его может быть выходом из этой ситуации, поскольку, по большому счету, на кону стоит не только, собственно, судьба России в ближайшее время, и она печальна на самом деле, но самое главное его выживание. И я думаю, что сейчас в его окружении добавилось аргументов, чтобы он не дожил до конца этого года. Я имею в виду прежде всего эти ГБшное окружение, ястребов, которые считают, что с самого начала надо было сжечь с Украиной, и вот эта частичная мобилизация не решает проблему. Ну и я думаю, что еще момент такой важный, тоже психологический. Путин говорит о величайшей гипполитической катастрофе, распаде Советского Союза, естественно, винит прежде всего слабых и трусливых представителей политической военной элиты. В Кремле должны быть уверены, что будет ответ чрезвычайно жестким, поскольку уже достаточно высокие ставки публично были озвучены и Байденом, и Блинкином, и Салливаном. А самое главное, мы помним историю с красными линиями на песке Обамы, когда он предупреждал Ассада не использовать химическое оружие против собственных граждан. И Ассад применил, и мы видим катастрофу, которая произошла на Ближнем Востоке, и как карточные домики, проблемы начали сыпаться, сыпаться вообще регион как-то вы, поэтому точно будет. Следующее, если Соединенные Штаты не ответят России, это означает, что их кредо не будет достаточно сильным, там, где более важный для Соединенных Штатов есть интерес, я прежде всего имею Китай. Если из русской бутылки можно выпустить джина, почему из севернокорейской бутылки нельзя выпустить джина, это как бы чрезвычайно важное. Ну, я думаю, что будет конвенционный удар, я имею в виду обычными вооружениями, которые могут иметь большие последствия. И, соответственно, Украина получит много разного оружия и уже без ограничений в дальности, и, соответственно, теоретически американцы могут разместить на территории Европы те вещи, которые Путин чрезвычайно не хотел, чтобы они не находились в Европе. Ядерное оружие – такое оружие, которое необходимо для сдерживания. Это длительный период времени, все так к нему подходили. Естественно, что и в теории международных отношений важный такой момент есть, что угроза применения силы, она всегда сильнее, чем применение силы, более эффективная. Соответственно, здесь этот предохранитель будет снят, и это первый момент. Второй момент – большинство стран мира, и включая друзей Путина, будут воспринимать применение ядерного оружия как слабость России, поскольку она не способна обычными силами и средствами реализовать те задачи, которые ставят перед собой. От России отвернутся все, ну, кроме разве что Лукашенко и, я не знаю, там, наверное, Асада и все. Самое главное – будет реакция негативная Китая и Индии, наиболее важных партнеров, на которые, собственно, опирается Российская Федерация сейчас. Это, естественно, будет ударить сильно по способности России что-то делать. Следующее – не ядерные государства подумают о том, чтобы получить оружие. Американцы могут изменить планы по возможным, скажем так, сценариям противодействия Китая по вопросу Тайваня. Я думаю, что это тоже не в интересах самого Китая. Я даже думаю, Ким Чен Ын будет смотреть с удивлением и с брезгливостью на Путина, потому что ему тоже ядерное оружие нужно для того, чтобы удержаться у власти и выторговывать себе определенные преференции. Это было мнение украинского дипломата, эксперта Киевского центра оборонных стратегий Александра Хары. «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Широградский. Союз НАТО сегодня официально заявил, что вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что повреждения подводных трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются следствием целенаправленных, безрассудных и безответственных диверсионных действий. Сегодня береговая охрана Швеции обнаружила уже четвертую утечку газа из системы газопроводов «Северный поток». Ответственность за диверсию никто на себя не взял. Согласно сообщениям в западных средствах массовой информации, рядом с местами взрывов на газопроводах были замечены российские подводные лодки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что там же могли быть замечены корабли и летательные аппараты стран НАТО. По его словам, подобного рода диверсия никак не могла быть совершена без участия какого-либо государства. Москва потребовала созыва Совета Безопасности ООН, а Песков категорически отверг предположение, что диверсию на газопроводах «Северный поток» устроила сама Россия. Вот что он сказал. Вы знаете, это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать вот такие версии. Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом. И вся система, собственно, готова к прокачке, и газ этот очень дорогой. Говорил Дмитрий Песков, утечки на газопроводах системы «Северный поток», хотя один из них и не используется, привели уже к резкому росту цен на природный газ. Как известно, Россия уже не раз предпринимала в последнее время попытки сократить газовые поставки странам ЕС, чтобы оказать на них давление и заставить отказаться от поддержки Украины, противостоящей сейчас российской агрессии. И все-таки, кому могли быть выгодны эти диверсии? Мой собеседник, аналитик мирового нефтегазового рынка Михаил Крутихин. — Единственное, в чем, как мне кажется, сходятся все эксперты, это тот факт, что на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была осуществлена диверсия. Для вас, как для специалиста, понятно, каким образом она была осуществлена? — Да, конечно, диверсия, но сказать сейчас очень трудно. Дело в том, что довольно большая мощность была взрывов, как говорят датчане и шведы. Трудно сказать, было ли это изнутри газопровода, то есть запущена туда газпрома какая-то. Есть такие вот спорты, поросята, свиньи или ежики их называют, для отсутствия газопроводов внутри запускаются с взрывным устройством. Или это было снаружи. Если это было снаружи, то это очень-очень квалифицированная должна была быть группа подводных диверсантов. Но они есть во многих странах. Я думаю, на Украине их нет. Но у России, у НАТО такие группы есть. Поэтому, кто этим делом занимался, сказать трудно. — Ну и, конечно, главный вопрос — кому выгодны эти взрывы? — В первую очередь, это выгодны Газпрому, потому что ему было дано указание прекращать подачу газа европейцам, чтобы задушить этой газовой войной. Но избежается наказание в виде штрафов за нарушение контрактных обязаний. Вот в эту схему укладывается только одно заинтересованное лицо — это Газпром. Вроде бы прекратили по политическому указанию поставки, но попытались избавиться от наказания. — Ну а западные страны могут быть хоть как-то заинтересованы во взрывах на газопроводах? — Я вот не могу представить себе, чтобы кому-то выгодно было. У Украины и так, и Газпромы, и им тоже сокращают подачу и грозится полностью прекратить подачу. Это не зависит от того, есть там другой маршрут или нет. Газпромы по тому маршруту и по украинскому сокращают совершенно в равной степени. До 20% сократило, а сейчас вообще объявил, что через Украину ничего качать не будет, потому что нет возможности платить за транзит. А там тоже он теперь не качает. Поэтому Украина совершенно в равном положении с этим «Северным потоком» была. Смысла никакого в подобной операции у нее не было. — Ну, вообще известно, что Европа отказалась от использования газопровода «Северный поток-2». Это вызывало крайнее недовольство в Москве. А как там оказался газ? Если это была операция прикрытия «Газпромовская», то есть показать, что это не только «Северный поток-1», но и «Северный поток-2» тоже какие-то враги выводят из строя. Но раз уж перекрывать, так перекрывать. Если было принято решение прекращать поставки газа, значит, было такое решение. Вот и все. Чтобы он был в странном, работоспособном состоянии, он поддерживал с давлением. Я беседовал с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. После переговоров в Сочи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко неожиданно для многих отправился в самопровозглашенную Абхазскую республику для переговоров с ее руководством. Неожиданно, потому что официальный Тбилиси считает Абхазию временно оккупированной России территорией, а Лукашенко, к примеру, несмотря на многочисленные обещания, за все 8 лет после аннексии Крыма так полуостров и не посетил. Несмотря на то, что многие страны международного сообщества не признают Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси, его поездка в Абхазию вызвала в Тбилиси возмущение, ведь, согласно грузинским законам, Лукашенко незаконно пересек грузинскую границу. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. Посол Беларуси в Тбилиси был приглашен в МИД Грузии, где ему вручили текст устного заявления протеста в связи с визитом президента Лукашенко в Абхазию. Точнее, это очень важная деталь. В Пицунду, где в комплексе бывших государственных санаториев советской эпохи, высокого гостя принимал президент Абхазии Аслан Джани. Напомню, что между Москвой и Сухуми возникло некоторое недопонимание из-за фактического отказа абхазского парламента передать так называемую дачу Хрущева в собственность Российской Федерации, а именно Федеральной службе охраны. О чем шла речь за закрытыми дверьми, судить сложно. Стороны ограничились публично выраженной доброжелательностью, но даже дресс-код хозяев и белорусского гостя подчеркивал неофициальный характер визита. Тем временем реакция официального Тбилиси оказалась весьма бурной. Президент Соломезу Рабишвили обвинила Владимира Лукашенко в цинизме и нарушении закона Грузии об оккупированных территориях, то есть, по сути, в уголовном преступлении, согласно грузинскому законодательству. Соломезу Рабишвили намекнула, что не будет назначать нового посла Грузии в Минске, пока ситуация не прояснится. Премьер-министр Иракли Харибашвили высказался не менее жестко. Он осудил визит Лукашенко и, цитата, «встречи с оккупационным режимом Абхазии». Очевидно, всех в первую очередь волнует вопрос, признает или нет президент Беларуси независимость Абхазии Южная Сеть. Профессор Тбилисского института общественных дел Торник Эшара Шемидзе уверен, глава белорусского государства на это не пойдет, и он сейчас всего лишь балансирует на фоне войны в Украине, стремясь максимально оттянуть время принятия конкретных решений по дальнейшему углублению интеграции с Россией, в рамках союзного государства. Он же мастер, скажем так, мастер маневрирования на грани. Так что я думаю, что раз он тянет время, и это, конечно, не нравится Путину, он должен был каким-то образом сделать приятное Путину. Ради этого поехал в Сухуми. Наверное, этого очень не хотелось ему делать, но пришлось поехать сюда. Но у него там могут быть какие-то экономические интересы в Абхазии? Ну, не знаю, да, может там завести туда, да. Молочные продукты, все это такое, конечно, это для него ерунда, абхазский рынок ничего, конечно, для Белоруссии не решает, но это будет неким жестом с той стороны Минска, что он готов на сближение с Абхазией. Тем самым делает приятное Путину. Другой вопрос в том, насколько Путин это удовлетворит. Ну, Лукашенко, он неизвестно, когда на Канадо ходит, он будет, я думаю, что он до конца будет тянуть время, а не влевать. Отметил профессор Шарашинидзе. В свою очередь глава МИД Абхазии Нал Ардзенба заявил, что Абхазия стремится к развитию отношений с Белоруссией и реакция третьих государств, в том числе Грузии, ее не волнует. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман покинул Россию, отбыв 30 суток административного ареста по статье о сравнении гитлеровского и сталинского режимов. После начала войны в Украине Гозман уже уезжал из страны, но вернулся, несмотря на признание его в России иностранным агентом и другие очевидные сигналы властей о том, что он может оказаться за решеткой. Несколько раз Гозмана задерживали, месяц назад он подвергся административному аресту на 15 суток, а в день освобождения был вновь арестован и отбыл еще 15 суток ареста. Причем оба раза решение об аресте было вынесено за публикации в соцсетях, сделанные еще до того, как в России был принят закон, запрещающий сравнение гитлеризма и сталинизма. Отбывая арест, 72-летний Гозман признался в одном из интервью, что из-за плохого состояния здоровья он опасается за свою жизнь и принял решение уехать из России после освобождения. Вот что Леонид Гозман сказал, выйдя из-под стражи. Ну, знаете, я провел хорошо, но я очень беспокоился за своих близких, особенно свою жену, потому что там-то ты сидишь, так сказать, о тебе заботятся всячески. Для них это было, для Марины особенно, когда очень тяжело, потому что я же не знал, никто не знал, когда я был. В срок, или через месяц, или через год, или никогда. Вот, это же неизвестно. Скажите, пожалуйста, люди, которые с вами сидели, они вас узнали? Что это вообще за люди? Мне очень повезло. Второй срок я сидел один в камере, вообще один. А они стараются сделать так, чтобы вы не пересекались. Я увидел во время прогулки, я увидел во дворике адресованное мне послание «Привет, Леонид Гозман, а женщина по люду включенную». И дальше, поскольку моя камера выходила во дворик, где гуляют, то когда они гуляли, мы немножко общались из-за окошка. Четыре женщины, четыре дедуши, которые, значит, были взяты на последних протестах. Здесь же еще я видел, также в окошку видит Сергей Рус, который тоже такой же, а больше никого просто не видел. Говорил российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Те, кто слушал вчерашний выпуск «Времени свободы», возможно, помнят, что я начал его с того, что сказал следующее. О действиях Кремля сейчас можно судить только по его конкретным шагам. Ведь заявления Владимира Путина не могут вызывать доверие, поскольку есть многочисленные свидетельства того, что он говорил откровенную неправду. В подтверждение этих слов я привел несколько фрагментов, абсолютно противоречащих друг другу заявлений Путина, собранных телеграм-каналом «Нехта Лайв». Давайте еще раз их послушаем, это всего лишь минута. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной силы самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Итак, это были фрагменты выступлений Владимира Путина. И вот что любопытно, неожиданно, на недопустимость вранья, примеры которого вы только что слышали, видимо, Путину и другим государственным чиновникам и служащим, указала никто иной, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В программе ЧТД на ручью в канале Киасаян Дейли, своего мужа Тиграна Киасаяна, Симоньян открыто заявила, надо прекращать врать, так как это ведет к необратимым последствиям. Имела ли Симоньян в виду и себя, ну, такое явление, как самокритика, все-таки существует, я не знаю. Но послушать ее стоит и Владимиру Путину, и другим. Да, и еще, врать надо заканчивать, надо заканчивать врать, на всех уровнях, везде, везде, вообще в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях надо прекращать врать. Вранье, оно может быть кого-то может отмазать, кому-то продлить срок службы, да, как гаджету какому-нибудь. Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям и часто к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же, нужно прекращать врать. Варила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Аминь, Маргарита Симоновна. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».